В конференции, я напоминаю, что регламент наступление составляет 20 минут, и вот этот замечательный звоночек будет напоминать о превышении регламент наступления. Сейчас я приглашаю Татьяну Аршавину-Семенникову, заведующую сектором архивных материалов отдела редкой книги, рукописи, архивных и изобразительных материалов Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки. Тема доклада Денис Иванович Лешко. Денис Иванович Лешко, сестра его героя, которым он занимается очень много лет, очень много о них знает, пишет, и я надеюсь, что он что-то может запомнить и уточнить. Ну, может быть, он его... Да, и вот, кстати, благодаря Данилу Кальмановичу такое замечательное дополнение случилось уже вчера. Он показал рисунок, на котором и Ольга, и Денис Иванович Лешко присутствуют. Надо сказать, что это изображение портретно, в общем, крайне редкое. Ольгу Ивановну я не видела, и Денис Иванович Лешко. Ну, может, так и взял в первый раз. Ну, и этот рисунок мы тоже увидим вот благодаря Данилу Кальмановичу. Итак, речь пойдет еще об одном участнике Живержевского альбома, Денисе Ивановичу Лешковичу, чьи автографы имеются в альбоме. Они там появились не случайно. В 20-е годы Лешков состоял в Совете Музея государственных театров в Петрограде, регулярно принимал участие в его работе. Это отражено в протоколах заседаний Совета. Сотрудничал Лешков из Театрального музея похожего, участвует в пополнении его фонда тоже. Кто же такой Денис Иванович Лешков? О нем сегодня известно довольно много. В первую очередь, благодаря его мемуару, вот обложку вы видите на экране, они были опубликованы в 2004 году под названием «Портрель-карцер. Воспоминания офицера и театрала». Воспоминания эти клонятся в личном фонде Лешкова Российского государственного общения литературы и искусства в Москве и были возглавлены в печати сотрудницы архива Татьяны Львовны Латыбовы. Это комментировано в том же деле. Денис Иванович родился, как он пишет, 3 декабря 1883 года в Гельсенфорсе, Финляндии. Настоящая его фамилия Ляшков. Он через «Я». И именно по такой фамилии его упоминает Ревка Ивановича Живержи в своем комментарии к альбому. Буква «Я» была изменена на «Е», по-видимому, сразу после событий 1917 года. Лешкова и сестра Дениса Ивановича Ольга Ивановна. Была еще сестра Елена. Вероятно, тоже изменяющая фамилия. У меня ничего не известно. А Давид Карменович как раз о нем мог бы рассказать. Никто не знает. Причина таких игр с фамилией заключалась в поведении в том, что отец семейства Иван Денисович Ляшков был военным следователем, затем судьей Петербургского военно-оруженного суда. Он понимал революцию, связанную с военным судом. Умер, правда, он задолго до революции, в 1889 году, но после 17-го года его детям, вероятно, было, видно, было бы гораздо не открывать свое происхождение, опасное для них в новых условиях жизни. И, надо сказать, что изменениями фамилии дело не ограничилось. Документы архивные свидетельствуют о том, что Денис и Ольга Ивановича многократно классифицировали свою дату рождения, заполняя анкеты при приеме на работу, подавая себе сведения в разные ведомства и даже оформляя паспорта. Я помню, что после революционной смены паспортной системы паспорта вновь появились лишь в конце 3-2 года, и, в общем, часто туда можно было записать все, что хочешь. И иногда это выходило на игру. Денис указывал дату рождения одной из сестер, а Ольга дату рождения брата. Особенно часто это проделала Ольга. Мы встретились четыре разных варианта года ее рождения, которые она указана и вспомнила сама. Закрепляя в таких официальных бумагах, которые там представились в архивах, нестоверные сведения, братья и сестра, вероятно, в определенной степени в общем не успели, и многих вели в заблуждение. В мать Лешковых, Виктория Матвеевна, пианистка давала уроки музыки. Долгое время была сотрудничать с ЭТФО по продаже и прокату пианины в районе Павловске. В семье было трое детей. Денис, он родился в 1883 году, Ольга, в 1879 год рождения их, старшая сестра Елена, в 1878 году рождения. Образование Денис Лешков получил в Петербурге, куда семья перебралась из Петенфорса, учился во втором кадетском курсе и затем в Константиновском кавалерийском училище. Из воспоминаний Дениса Ивановича мы узнаем, что с юности он был увлечен театром, музыкой, балетом, был настоящим балетоманом, театралом, здрастным поклонником Ушитинской, затем Иоанной Павловой. Юность была довольно бурной, с нескончаемыми покольствами, с утяжами, приключениями, о чем он подробнейшим образом отчитывается в своих воспоминаниях. Окончив училище Денис Иванович уже в Кронштадте, но он быстро вышел в отставку. Правда, он возвращается на службу во время Первой мировой войны, но оставляет ее полностью в 1920-е годы. Главным же интересом жизни Дениса Ивановича остается театр и балет. Юшков начинает обликоваться на странице в Крест, где размещает исторические и критические очерки о балете, ретензивные спектакли, а начиная с сезона 8-9-го года сотрудничает с ежегодником императорских театров, для которого составляет болезненную хронику. Любопытно, как в характере Дениса Ивановича уживались, казалось бы, не сочетающиеся черты любовь к яркой и погибной жизни, увеселению, в таком легкомысленном преопровождении, одновременно с этим склонность к довольно скучному труду статистику и просто переписчика. В архивных фондах Ешкова в Москве и в Российской национальной библиотеке здесь у нас в Патегорке сохранились в большом количестве списки величные всевозможные смотрки, касающиеся болезненных спектаклей, артистов, композиторов, выпускников театрального училища. Думается, что обилие этих материалов свидетельствует о том, что так проявлялось в любую габариту, он стремился собрать и вообще все сведения, связанные с этим искусством. Героятно, такого рода деятельности привела его в архив государственных театров, где он проработал с 1918 по 1926 год в качестве старшего архивариуса и заведующего архива. В 1926 году Денис Иванович был уволен из архива, сохранившейся в протоколе комиссии по пересмотрам штатов, значится, что Лешкова следует уволить как чуждый и разложившийся элемент. Но на смену ему были призваны такие вполне благонадежные элементы по распределению райкома по ПФБ, но ни один из них не задержался надолго. Не стало Денис Иванович в 1933 году был похоронен в Александре Невской лавре, как и его отец, но могилы эти не сохранились. Почти сразу после смерти Денис Иванович Лешкова начинается непростая и даже драматичная при ее участниках история, связанная с его именем и наследием. Одна из главных ролей в этой истории принадлежала его сестре Ольге Ивановне, которая была очень дружна с братом, разделяла его интересы и после смерти сохраняла его архив. Вот так выглядит Ольга Ивановна. Эта фотография помещена в статье у Давида Кальмановича в декламе «Терминический авангард», где помещен ей очерк еще на Ольге Йерковой, где нейтрактический очерк. Ольга Ивановна была не зиму реальной личностью, литератор, музыкант, она из создателей и участников литературно-художественной группы «Футурестов и строго на убийство», о которой шла речь уже вчера. Вот такая коротенькая справка. Группа организовалась в Петрограде в 1914 году. Ее инициаторами были Ольга Ивановна и художник-магардист Михаил Васильевич Леданцю, ее близкий друг. Издавался журнал «Бескровное убийство». Автором его замужем и почти всех текстов была Ольга Лешкова. Она же выступила и как композитор, и между музыкой, констанировкой за умные драмы «Из Данилевич» и «Янков Круль-Алганский». Эту драму «Данилевич» посвятил Ольге Лешковой. И здесь вот у меня будет показать рисунок Данилевич Данилевич Данилевич. Один из рисунков помещенных в журнале, да? Рисунок Редактор. И Данилевичу удалось атрибутировать всех участников этого рисунка. Они же участвовали в группу, да? «Бескровное убийство». И вот справа, да и слева, «Сидячий слева» так, чтобы Иванович. И студентами поменил, что одни замочили, чтобы ее брат был. В Украине с другой стороны он сидит за пианино. Ольге Ивановне постоянно приходилось искать заработок. С семнадцатого по третий девятый год, и за двадцать два года она изменила более двух десятков мест работы. Служила машинисткой, делая производителем, счетоводом и так далее. Одновременно сеттинге дала заниматься деятельность, в которой ей была ближе, интересней. Она выполняла организационную редакторскую работу в артиле художников и литераторов сегодня. Была секретарем союза деятелей искусств. Вела довольно активно архивные разыскания для музеев. Помогала своему брату, как она пишет в его певиографических трудах, когда он работал в артиле гостеатра. Последнее место службы Ольги Лешковой с 1939 года, как установил Дарья Арманович, это Ленинградский музей городской скульптуры. Документ означает, что она была зачислена искусствоводом и должна была также заниматься описанием памятников, находящихся в музее. Голина была уже после начала войны в 1941 году. В 1930-е годы Ольга Ивановна начинает передавать в музей материалы, оказавшиеся в нее на руках, которые она полагала ценными. Возможно, расставалась с нас с ними, потому что требовались деньги, но вместе с тем, безусловно, стремилась сохранить в памяти наследие дорогих ее людей. Брата Дениса Ивановича, и своего другу художника, Михаила Васильевича Ведонсю. Их архивы распределила между музеями Ленинграда и Москвы по разным причинам. И так материалы Вешкова, в том числе его многочисленные работы в истории балета, оказались в Государственном литературном музее в Москве, позднее они были перед вами. А некоторые рукописи Дениса Ивановича по-прежнему оставались в Ленинграде. Но вот вокруг этих материалов, начиная с 1935 года и до конца 1939 разворачивались события, о которых дальше пойдет речь. История была такова. Ленинградский хореографический техникум от прошлого имбераторского театрального училища готовился праздновать свой 200-летний юбилей, который должен был наступить в 1938 году. И, видимо, для подготовки к будущему юбилею, а также для других целей, в 1935 году в техникуме была организована издательская деятельность. Распоряжаться идею пригласили писателя Михаила Васильевича Борисоглевского, члена Союза писателей, автора ряда рассказов и романов на социально-исторические темы и киносценарий. Самый известный из них к фильму «Катико-бумажный ранен». В планах училища было издание учебных программ, монографии по балетному искусству и выпуск капитального юбилейного издания, посвященного истории училища. Нужно сказать, что Михаил Васильевич Борисоглевский в истории балета до той поры не занимался, но, по-видимому, эта работа стала для него настоящим спасением, большой удачей, потому что в конце 20-х годов, в начале 30-х, обстоятельства складывались в него очень скверно. Он, по существу, вытесненный из литературной жизни Ленинграда, лишён литературного заработка. Его практически не печатали, он потерял своё положение в Союзе писателей, в делочном направлении, выполнял целый ряд их обязанностей. Был даже исключён из Союза, но в основном. Автор биографического очерка Борисоглевского пишет, что в литературно-общественных кругах Ленинграда в 20-30-м году Борисоглевский был известен как плодолитый велитрист и человек сомнительной репутацией. Но это было связано с тем, что в 26-м году он был арестован органами ГПУ, после чего очень быстро выпущен, так подозрительно быстро, и сразу же после того, как его отпустили, прошли узкие в доме писателей. Но все постановилось так иными, что он, в общем, работает каким-то образом на ГПУ. Но были другие моменты, которые подпортили ему репутацию. В училище Борисоглевского пригласили в качестве редактора-организатора, так называлась его должность. А распоряжался он, как я стоит, из трудового соглашения 35-го года практически всем. Он должен был готовить из рукописи к изданию, заниматься литературной и технической редактурой, вести все дела с типографией, общаться с Гурлитом и даже отвечать за распространение изданий через книгу Торговой Организации. Для подготовки сборника к юбилею было решено приобрести рукописи умершего Лешкова. У него многочисленные архивные выписки, посвященные деятелям балета, а главный уже готовый его рукописный труд, который назывался Петербургское театральное училище, исторический очерк его организации деятельности и быта. по договору от 30 августа 35-го года рукопись была приобретена для публикации Ольги Ивановны Лешковой, сохранявшей этот труд брака. Здесь нужно сказать о том, что Ольга Ивановна действовала по доверенности наследников брата, прямых по этому матери Виктории Матвеевны и вдова Дениса Ивановича Ольги Васильевны Лешковой в девичестве Глушковой. Ольги Васильевны в это время не было в Ленинграде, в начале 35-го года она, по-видимому, попала в так называемый Кировский поток, когда после убийства в декабре 34-го года Кирова многие ленинградцы подверглись высылке, ссылке или заключению влаги. Ольгу Васильевну выслали как жену поручика царской армии, имелся в виду покойный Денис Иванович. Она оказалась в Казани, в 3-м году была приговорена в 10-м году лагерей. Отдела затем в Уфте и женские госправеды в трудовых лагерях. Была освобождена с Роман Рогатовым. Как я обновила буквально вчера, появилась в сети новая база, подготовленная мемориалом о репрессированных. Я в этой базе буквально вчера обнаружила эту дату об освобождении Ивановны. Но дальнейшая судьба, к сожалению, неизвестна. Ольгу, не Васильевна. Дальнейшая судьба неизвестна, реабилитированная в 65-м году. И Ольга Ивановна Лешкова действовала от ее имени, имена как доверенность. Таким образом, история театрального училища Лешкова оказалась в распоряжении техникума. И спустя 2 года, в 637 году, был заключен новый договор, приобрели еще другие материалы Лешкова, так называемый «Грузбух». Это была такая большая конкурс-конфоритная книга со сводкой биографических линий от деятелей балета за 10 лет. И к «Грузбуху» прилагались разные тетрадки, пополнения с перечнем балетмейстеров, композиторов балета, перечнем дел и так далее. В общем, около двух десятков таких дополнений. Ольга Ивановна по договору получила за эти материалы первую часть денег, две другие части должны были воплощаться под ней. Но когда Борисомьевский в конце 36-го начале 30-го года вплотную приступил к подготовке к юбилейному изданию, почти тот же он объявил, что отказывается использовать материалы Лешкова, возвращая до Кольки Ивановны. Но при этом она лишалась выплаты остатка причитавшихся ей денег. Были нарушены два договора, потому что отказались от Грузбуха и Центрального училища, и Ольга Ивановна подала в суд, инициировав два дела с 37-го, затем в 39-м году. На суде, который был посвящен Грузбуху, Борисомьевский говорил, что этим материалом, как выяснилось, использоваться нельзя. Он очень виден сведениями полуинфактических ошибок. Была составлена даже соответствующая экспертиза, в которой принимал участие, приглашенный эксперт Миттельштейн, а также директор театрального музея Петр Николаевич Шейхер, сотрудник музея Георгий Викторович Стивницкий. Ольга Ивановна, хоть и не без труда, но в итоге выиграл в этот суд, так как в договоре ничего не говорилось о том, что приобретаемый труд должен быть на высоком научном уровне в таком справочном исследовательском. Прошло немного времени, и осенью 1938 года училище выпустило первый том под названием «Прошлого балета отделения Цербургского театрального училища взяла по истории Руслого балета». Два тома «Прошлого балета» первый такой капитальный тумб. Состоителю его значился Николай Васильевич Борисовлевский. Распрев этот том, Ольга Ивановна обнаружила, что в тексте использована отвергнутая рукопись ее брата. При этом кавычки в тексте не стояли, ссылки на авторство Бирюшкова отсутствовали, но вместе с тем в издании была помещена биографическая статька о Решкове, в которой его очерк по истории Бирюшевича был назван дилетантским. Говорилось о том, что вы труды завела это перстепенными документами, неполноценными списками и почти ничего не прибавляет к тому, что было уже известно ранее. Ну и там сообщилось, что Бирюшевича посмотрела рукопись, но не сочло возможным ее публиковать, так как она ни по содержанию, ни по структуре своей, не отвечала требованиям губилинного издания. Ну вот таким образом текст Лешкова был использован, но в то же время назван дилетантским. Несоответствующим уровнем издания. Была и другая, мягко говоря, критика в адрес Лешкова. Например, рассказ о балетмейстере Вальбехе спромождался сообщением о том, что рукопись дневника Вальбехова из коллекции Протопопова, который он готовил в публикации Решков. Публикация состоялась. Ну, мог, что после работы с ним Решкова странным образом с рукописи щелла. Ну, понятным образом. Скажу сразу, что материалы Вальбеха не находятся на своих законном месте, сохраняются все и пострадали авторские права Юбрата. В использовании его рукописи составитель сборника Борис Аблевский умалчивался. Формально Ольга Ивановна судилась с училищем, но, фактически, это было противостояние Борис Аблевским, который развил энергичнейшую деятельность, чтобы обеспечить себе защиту. Ну, оно и понятно, ведь его обвиняли в Еваде в процессе заимствования. Нужно сказать, что, попутно, он неоднократно пытался объясниться с коллегами по писательскому церкву в Ленинградском отделении союза писателей проходили разбирательства связанные с этой историей, заседало правление Борис Аблевский из класса и в том числе и у Михаила Зощенко сохранилась копия письма к нему. Рассмотрение этого дела по существу все время откладывалось. А когда оно состоялось в ноябре 39-го года, вышел уже свет второй том материал истории русского валюта с приложенным к нему перечнем всех использованных источников, в котором была названа рукопись Лежкова. При этом в построчном комментарии сообщалось, что заимствования из труда Лежкова были весьма незначительны. Но в итоге после всех разбирательств у Ольги Ивановны были выплачены все деньги, предназначавшиеся Гею по договору, но вместе с тем ей была отказана от получения авторских экземпляров, в том, что невелики были эти самые заимствования. Она подавала по сути жалобу, но, видимо, она не возникла действия. Можем ли мы сегодня понять, на чьей стороне была правота? Сохранилось заключение эксперта, назначенного седом по рекомендации союза писателей, это был миссис Пищенковский, историк театра, сотрудник научно-исследовательского института театра и музыки. И Янковский пишет свое заключение. Можно считать безусловно установленным, что Борис Аблевский на широкой форме использовал не только факты из рукописи Вешкова, но и в основном всю конструкцию этой рукописи, и даже во многих случаях почти дословно выписывал целые периоды, без какого-либо указания на источник. Это утверждение может быть подтверждено многими десятками, пожалуй, сотнями примеров. Вы видите такой сравнение таблички. Слева текст Борис Аблевского, я не знаю, видно ли, нет. Справа Борис Аблевский и действительно на всех случаях совпадение. И заключение это яростно оспаривалось с Борис Аблевским и его защитниками, аргументов приводилось еще много. Говорилось о том, что сокрытия не было, ведь во втором томе источник заимствования не был уже указан. Текст Лешкова вторичен, списан из других источников. Совпадение некоторых местовых рукописей с работой Борис Аблевского объяснялось тем, что они просто пользуются одними и тем же источниками, но при этом не указывалось, каким именно. объем авторского объем авторского текста Лешкова по сравнению с объемом бухтуни поничтожен. Видимо, слаженная правительная компания Борис Аблевского в Ленинграде в Ленинграде. В 45-м году в публичную библиотеку было видно, на каком научном уровне находился Лешкова и сколько его было заимствовано. Вместе с тем, мне кажется, достаточно большая часть была использована труда Лешкова. Возможно, за основу была принята и структура его очерка. Возможно, идея поместить в конце каждого раздела материалов биографические слуги о выпускниках училища, которые занимают значительный объем каждого икона, была вдохновлена тем самым грузбухом. Но почему Борис Аблевский с таким упорством стремился вычеркнуть Лешкова из истории битовизни как историка театрального училища? В общем, сложно сказать. Возможно, здесь были какие-то пока не ясные житейские психологические объяснения и мотивы. Может быть, это имело значение и денежная сторона, ведь если бы было признано, что в основном текст Мишкова, то, в общем, поплатить пришлось и до наследников, а так, то это был оригинальный текст Борис Аблевского, за который получал подбалу вознаграждение. Возможно, со временем откроются новые архивные источники, и мы сможем с большей уверенностью судить об этом деле. Спасибо. Спасибо. Замечательная курсная работа. Единственное, что можно сказать, еще раз сказать, воздать должное ее памяти этой удивительной женщине. Отчаянно. Отчаянно. В течение сущности она не работала, она скрывалась. Но скрывались, она не побоялась выйти на трибун суда, говорить чайные вещи. Параллельно, значит, вдруг она нужна главная старуха и, значит, больная и все такое, что на ее руках была жизнь и память и замечательную художник. Представляете? А к этому тоже не знаю. Вот на недавнее время. И не узнали бы, если бы, книгу Ольги Ванну. Таких вообще имен довольно много, боюсь, в нашей истории искусства, культуры. так что она спасла от забеления полного. Вот сейчас читали замечательные биографии Жиле Жеева и, как сказали, Бухарелли. Значит, да, их место сохранения неизвестно, но жизнь их известна. они живы. А вот Бухарелли как раз сделал то, что она сделала. Первое, значит, она была уволена из музея мемориальной культуры в августе в августе 1941 года. Вообще началась война. И в том отделе, где она работала, у курсалона, в этом отделе возле двух человек, двух женщин. Это директор этого музея. И ему пришлось очень страшный выбор. Потому что увольнять детей в этот момент, это значит убегать. Еще правда не знаю, что их ждет всех. Будет гол, будет жуткая зима. Самая страшная зима с второго года. и как на весах жала жизнь сотрудников. Но она теперь уже не была. Да, но в 1941 году она была. Ну тогда в общем это не в счет. Старики не в счет. А другой человек уже не знаю, но тогда что есть тоже была девочка. И она умерла очень проверенным точным данным. Февралист 42-го года. Я думаю, что и то, могло услечить, погибла вообще все политик, что сохраняло, что не удалось устроить музей на суде для врача. Все это было сожжено. Вот кто-то в 1945 году принес буквально все, что фигурировало в судебном деле, а там в деле сохранились списки, которые изучили, и обратно. все они сохранились, и в 1945 году кто-то принес их в Российскую национальную библиотеку, но кроме разбудки театрального училища. как будто их особенно выводили. Вообще есть еще одна зацепка. Этой зацепкой я пока не сумел воспользоваться. У Ольги Ивановны был душеврекайщик. А это не одна зацепка душеврекайщик. У актера в 2-ом махате он был на фронте, не погиб, умер не менее здоров, все такое. Впрочем, умер в 50-е годы. В 50-е годы это был Рубиком. До смерти Сталина и после. Это, правда, не сильно стало легче. сразу уж так. Вот. Это интересно. Может быть, это благодарение? Он уже приезжался. Он был назначен его, потому что вторая старшая сестра к этому моменту уже умерла. Когда это произошло, я уже не помню, в конце в 50-е годы. То есть ее уже тогда было прессов. Спасибо большое. Спасибо. Один вопрос. Один Один вопрос. Он же был репрессирован. И умер где-то в заключении. Да, он был репрессирован, но история такая достаточно темная, туманная. Когда я смотрела его дело, которое было посвящено репрессии, он был включен в конверт. Смотреть его было нельзя. Я конверт не раскрыла, честно, но говорили, ну, какие-то хорошие вещи, говорили, коннекерсы находятся, прочим-прочим, да, и мы, вроде, говорили, Спасибо. Спасибо большое. большое. Спасибо большое. большое. А сейчас мы находимся с новыми автографами. Уже много говорилось на нашей конференции о значении Дома Шевержеева. Я не буду повторяться. единственное хочу сказать, что появление нужных автографов в этом документе совершенно не случайно. Ну, во-первых, Вжеев был человеком театральным, просто не мог, да, не общаться с музыкантами, с композиторами, которые участвовали в различных театральных событиях. Круг общения его был очень разнообразным. Его окружали талантливые, необычные личности. По свидетельству современников, музыканты, композиторы, люди, любящие музыку, проявлявших ей повышенное внимание, посещали его знаменитые пятницы. Поскольку ни один новый автограф не записан в пятницу, это еще одна причина говорить о том, что Хромника Шевержеева путешествовала вместе со своим хозяином, и все записи могли быть сделаны где угодно, и в музеях театров, и в фойе, может быть, в фойе театральном, где-нибудь на дому у корреспондентов. Нотные записи интересные свидетельства событий петербургской культурной жизни. В альбоме находится шесть дневных автографов. Перечень корреспондентов вы видите на экране. Тепень близости отношения Шевержеева с ними была различной, и с каждым связан отдельный сюжет его биографии. Поскольку они так обособлены друг от друга, то рассмотрим их на страницах альбома. Исторически так сложилось, что наука обошла с пристальным вниманием жизнь и творчества этого человека. В научной литературе о нем можно найти чрезвычайно мало знаний. Это буквально вечное упоминание о нем. И даже в таком авторитетном издании, как указатель источников по истории музыки рукописного Пушкинского дома даны неверной даты жизни композитора. Как раз самые подробные сведения о нем находим в машинописном комментарии Жележеева, перечень автографа вот что он пишет. Михаил Петрович Ильич Кунов, композитор и режет хора. Большой друг моего отца, очень часто бывавший в нашей семье. Ильич Кунов и сочинял музыку к целевым семьям в постановке своего молодежи. почему он может быть интересен театров «Большой любитель любитель играть на бельяне, ходил всегда с университетским значком на сердуке, отличался страшной рассеянностью, непрактичностью, три раза терял университетским творчеством в свою оперу «Ерман», которая там и не была написана. Хорошая компанист, публикаясь с английской призы церковных хоров, систематически прогорала на этом деле. запиши решили, направляла меня в архивных поисках, университетский значок, и так далее. Отбираясь на эти слова, я дальше шла в архивы и, использовав архивные материалы, попробовала кратенько написать биографию Николая Петровича. Родился он 4 февраля 1877 года на Алтае в городе Змейногорск, где его отец служил врачом. Способность и любовь к музыке Михаил Петрович проявил с раннего детства, подбирая на радиаре всеслышанные им мотивы. Отец его, будучи сам скрипачом любителем, хотел дать и сыну музыкальное образование по классу скрипции, но последний не наследовал любви к этому инструменту и проявлял склонность к сочинению музыки. 8 лет с 1888 по 1896 год он учился в Тонской гимназии. Во время учебы все свое свободное время он проводил в занятиях в музыке, организовал небольшой оркестр из сотоварищей гимназистов и пробовал играть в собственные сочинения, инструментованные по наивке, без знаний про его инструментов. Будучи в последнем классе гимназии, он выступил впервые на публичном гимназическом концерте, в качестве дирижера гимназического оркестра, исполнившего его оркестровую оркестру военнослушателя петербургской консерватории для изучения теории композиции. Но поскольку для обучения композиции необходимо было прежде освоить курс базовой теоретической дисциплины, он был зачислен в класс гармонии, военнослушателя консерватории. В 1897 и 1898 годах он посещал курс гармонии контракульта у Николая Александровича Соколова, ученика Корсакова, участника гимназического кружка. В студенческие годы Михаил Петрович написал симфонету для оркестра и музыкальную картину колонии для оркестра с хором. Обе эти вещи были исполнены на ежегодных студенческих концертах в дворянском собрании под управлением Войтех Ивановича Голобачи с симфоническим оркестром императорского университета. В 1903 году Ричпинук становится руководителем хора русского общества любителей пения музыки. Это была такая организация, у них сначала был только хор, потом и оркестр, проводили хоровые симфонические концерты. И вот с этим хором он, начиная довольно часто, выступает на разных благотворительных концертов, а также живому устраивал собственные концерты, представляя на них публике свои новые произведения. В 1905-1906 году Михаил Петрович провел со своим хором пять русских исторических концертов, на которых знакомил публику с постепенным развитием у нас в России хоровой техники. Приблизительно в этот период времени он начал писать оперу «Германг Тимофеевич», с аргентами которой были изданы в Петербурге. Речкунов сотрудничал и общался со многими крупными деятелями музыкального искусства. Несколько раз он встречался с этнографом и инструментоведом Николаем Ивановичем Приваловым. Из сохранившихся писем 1905-1907 году известно, что Речкунов приглашал оркестр Привалова участвовать в организованных им концертах. Участвовали оркестры мне пока неизвестно, но приглашал. В афише знаменитого спектакля союза молодежи царь Максим Ян и его непокорный сын Адольф с 27 января 1915 года значит музыка и хор император Речкунова. Публикует текст из афиши Елена Ивановна Струтинская комментирует музыкальное оформление спектакля. Действие сопровождали хоры песенников и коморочные выходы барабанщиков и дубильщиков, игравших на рожках. Речкунов сотрудничал с Троицким театром миниатюр. В течение сезона 1912-1913 он написал две одноактные оперы-миниатюры «Свотовство» по тексту известного стихотворения того же названия Алексея Полстого и «Ведьма с лысой горы», сюжетом для которых послужил текст Николая Ивановича Палеева, писавшего под псевдонимом «Чурчужинир». Обе эти оперы шли в Троицком театре миниатюр. Всю свою жизнь Речкунов служил преподавателем пения в различных учебных заведениях в Петербурге. Основным местом его работы, где он числился штатным сотрудником, был сам Петербургский Мариинский институт. Здесь он служил с 1 августа 1917-го до 1 октября 1918-го года. После упражнения Мариинского института и создания на его базе трудовой школы, Речкунов продолжал свою преподавательскую деятельность, принимал участие в концертах интерната номер 2, общежития трудовой школы. Известно, что 30 октября 1919-го года он еще продолжал обучать пения в интернате. С 20 марта 1907-го года по 18 февраля 1909-го он состоял учителем пения в Петроградской 11-й гимназии. В этой же должности с 1 сентября 1910-го года он служил в Пажеском его императорского величества корпусе, расформированном после революции, переименованным в Петроградскую гимназию воденного ведомства, а уволен со службы причины ликвидации гимназий, согласно постановлению Совета народных комиссаров от 19-го июня 18-го года приказ по гимназии от 21-го июня 18-го года. С 1 декабря 17-го года композитор состоял преподаватель в Пене 3-м городском 4-х классном женском училище. В одном из служебных документов указано, что в 42-х лет от рода в 1119-й год он был еще холост и так я поняла, что так семью он не не создал беспартийный и состоял в профсоюзе работников из Куры. Наследие композитора включают три уже упоминавшиеся оперы. Наиболее известную часть составляет локальная новка романсы и хоры. В том отделе публичной библиотеки сохранились прижизненные издания романсов, песен, модного тогда жанра мелодикламаций и вот эти упоминавшиеся жену отдельные фрагменты оперы «Ермак». Кроме того, Ричкунов автор многочисленных церковных хоров. В адресной книге за 1924-й год Ричкунов поименован прочлен союза драматических писателей. Его имя прослеживается в адресных книгах до 1926-го года, а в 1927-го уже оно отсутствует по причине либо смерти либо периода. вот здесь я уже не знаю, к сожалению, пока. В альбоме Левки Ивановича Ричкунов оставил нудную запись шуточного сочинения для голоса и поведенных от Ильяна. Состав исполнителя не указан, но по фактории это очевидно. С текстом. На бильярде он играет, проиграл все до штанов. Кто он всякий угадает? Композитор Ричкунов. Музыка это действительно шуточное сочинение, потому что музыка больше напоминает по факту и ученическую задачу по гармонии. Возможно, в аккордовом складе отравился Регинского композитора слуховой багаж музыканта, работающего с хором. Таким образом, Личкунов оставил в альбоме как бы свой словесно-музыкальный фаспель. Второй партнер франц Шрекер известный на весь мир композитор с трагической судьбой. Тяжелое детство, ранее смерть отца, постоянная борьба за существование, трудности во владении профессией музыканта. Но, несмотря на это, в 1910-1920 годах он стал одним из ведущих австремиям и купольных композиторов. Его сочинения старались в крупнейших городах Европы, Вене, Берни, Стокгольм и Праде. Ну, в 1930-х годах он, музыкант неарийского происхождения, отец ему был евреем, подвергся травме и гонениям со стороны нацистов. Очень серьезное давление было оказано на него, он вынужден был отменить премьеру своего первого христофор, вынужден был уйти с поста директора Берлинской высшей школы музыки, которой руководил в 12 лет, и был попросту уволен с поста руководителя класса композиции в прусской академии искусств. То есть, все, чем он жил, куда он душу схватывал свое, все, у него было отнято. И он, к сожалению, скончался от последствия потрясений. Ну, до этого еще далеко, а сейчас взимите свои славы франц-шрекер по приглашению в дирекцию академических театров посетил наш город в связи с постановкой в опере его оперы «Дальний сбор», сочиненной в 1910 году и после премьеры во Франкфурте на мае в 1912 году, принесшей автору мировую известность. Премьера ленинградского спектакля прошла с огромным успехом 9 мая 25-го года под управлением дирижера Владимира Граничникова. Режиссером спектакля стал Сергей Равлов, оформление осуществил художник Владимир Дмитриев, переводчиком текста был Евгений Геркин. Главные партии исполняли три Николай Печковский, Грета Валентина Павловская. Постановка дальнего зона открыла ряд премьер опер современного репертуара, осуществленных как оперы, включающих знаменитые спектакли любовь Сергея Равлов и Альбана Герка. О гастролях Шрекера в Ленинграде пишет исследователь его творчества Наталья Ивановна Петерева. Шрекер приехал в Ленинград в начале октября 25-го года и провел здесь почти целый месяц. Программа его пребывания оказалась очень насыщенной. Помимо трех спектаклей дальнего зона, он дирижировал филармонии концертов из своих произведений и камерной сисфонии все это день рождения панды, вступление в копере отмеченные песни для голоса с оркестром. В другом филармоническом концерте, программа которого включала его камерные вокальные сочинения, выступал как аккомпаниатор. Политвенный Шрекер также встречался с деятелями культуры. Например, известно, что он посетил оперную студию Ленинградской консерватории и на одну из подобных встреч оставил автограф Левки Иванович так характеризует запись композитора в альбоме. Автограф Франца Шрекера из оперы Дальний год написан после исполнения отрывков из его оперы отмеченной в помещении музея актеатра. В номере 43 журналы рабочие театры от 27 октября 25-го года читаем. В понедельник 19 октября всего года обратите внимание дата джекеринского автографа 20 октября в музее государственных академических театров состоялось в присутствии Экскудовича Зоробьева Шкафера Дроничникова Гаука Крадлова Житомирского Рапокорта воеводинах представителей Исполнения оперы находящегося в настоящее время в Ленинграде германского композитора Франца Шекера отмечены. Опера была исполнена на рояле автором и Владимиром Петровичем Уверхом и концертмейстером Мариинского Вокальные партии были исполнены автором. Опера произвела большое впечатление. Возможно, что отмечены будут поставлены в Аккопере. К сожалению, этого не случилось и дальний фонд остался единственным воплощением музыки Шекера на русской сцене. Зарубежный композитор оставил восторженный отдых о спектакле Аккопере. Первое представление дальнего звона в Ленинграде, которым я имел участие дирижировать, далеко превзошло все мои ожидания. Первое он не премьера дирижировал, да, он имеет в виду здесь первое представление, первое из тех трех дирижировал. После архистровой репетиции, согласно утверждению корреспондента журнала «Рабочий диазер», Шрекер признался, что такого идеального исполнения он себе не представлял. Автограф в альбоме Живержера представляет собой текстовую нутную запись на немецком языке из дальнего звона «Рабочий диазер». Далее односрочная нутная запись, вход из Шрекера, место и дата. Как известно, в драматурге операторизм включает систему из более чем двадцати ритмотивов. Нутная запись в альбоме Живержера это так называемый ритмотив призвания фрица. По виду музыкальный мотив не случайно. Ритмотив призвания фрица символизирует непреодолимое стремление к творчеству. Отсюда его сигнальный императивный характер. Нутная запись с одной стороны остается памятным знаком премьеры оперы Шрекера в Венинграде, а с другой становится здесь как бы символом, связующим творческие личности, верно чувствующие свои призвания в их страстном влечении творчества и самореализации. Уникальный выдающийся театральный деятель Николай Николаевич Еврейнов, представлять которого в этой аудитории нет необходимости, был еще и преданным поклонникам музыкального искусства, а кроме того учеником известного мэтра Николая Желинского Корсака по теории композиции его автограф Варкова Шевержиева состоит из однострочной записи для голоса с текстом и большого словесного пояснения я посчитаю с начала гимна на щитровую культу записанного одной из деревни Бады Багульской губернии и уезда летом 1916 года во время экскурсии по собиранию материала да вы мне уже не обращайте внимания во время моё вышло тема очень большая я совершенно никак не освещенная я прошу прощения не больше 10 минут погрязать значит в деревне Бабино в Беларуси поперём экспедиции летом 1916 года во время экскурсии по собиранию материала для древнерусской трагедии еврейна тогда работала на книге о зачатках древнерусской трагедии полагаю что сие для дорогого Ленки Ивановича музей которого я радостно пожертвовал свои зарисовки и снег из кодлинного обряда у полуязычников белорусов не безинтересно в перечне автографов альбома Живежев добавляет что упоминаемые зарисовки и снег переданы в 1925 году в музей Охтят действительно 4 рисунка еврейного 4 рисунка еврейного и 7 фотографий его пребывания в Огоньском уезде находятся в фондах театрального музея вот видите прорисовки его и фотографии это зарисовки наряда и маски козы и маски деда а также фотографии различных групп и отдельных участников обрядов здесь хождения с козой по-другому прорисовки и по-другому коза. Песня сопровождалась танцем кантамуна. Нотная запись явления содержит репрезентирующую поперку подклёрного напева в обряде вождения козы. Музыкальный материал подчеркивает точность интересов и увлечений коллектива и адресата. Ветерий Иванович Живержей отличался от открытости восприятия, гибкости мышления, приветствовав всё новое в искусстве. Поэтому неудивительно, что его привлекали такие личности, как Артур Сергеевич Луле, ярчайшая фигура музыкального авангарда, композитор футурист, пианист и теоретик музыки, завсегдан изменили бродящий собак вместо встречи художественной артистической больнины. По аттестации Живержейва впоследствии в 1918-1920-х годах заведующий эмоционер-конкурсом музыкант Новатор. В 1924-м году его договорили. Вот и так пишет Живержейва. В связи с комментарием Живержейва к этому автографу Луле встает вопрос о том, что комментарии Живержейва нуждаются в научном комментарии к ним. Поскольку они были записаны, как уже вчера говорилось, не по горячим следам, а значительно позднее и содержат в себе типичные признаки мемуарной литературы. Луле заведовал музыкально надзором на конкурсах в 1921-м году, официального года в 1921-м году, не в 20-м. Кроме того, Лев Иванович ошибочно называет годом эмиграции Луле в 1924-м год, без технических композитов по тему России в 1922-м году. Будучи крупным чиновником, комиссаром по делам музыки, Луле имел большие возможности для музыкально-общественной георгией Липуловым и диктором Левшицы в манифест Моезапа, манифестом, декларирующих идеи новой свободной музыки, повоевающей традициями академической культуры. Вследствие Ферруча Бузоне, Леонидом Сабаневым и Николаем Кулининым, интересуясь экспериментами с расширением звукоряда, композитор выступил с вопросами четвертитоновой музыки в заметке к музыке высшего хроматизма, впервые опубликованные в 1915-м году. Папост теоретических работ Луле отражен в его композиторском творчестве, основанном на новых принципах звукообразования. Произведения композитора, часто первые элементы музыкального языка, приобретают значение тематических и формообразующих. Афтограф Луле представляет собой нутную запись на четырех строках, внутри которой стоит подпись Аушера и слепотнее дателем места. С точки зрения музыкального содержания, это энергично восходящий мотив, наталкивающийся на 12-тоновые аккорды, полная хроматическая гамма, которая звучит одновременно. Это самый экстремально левый, экстремально новейший аккорд, который только мы все придумали в 1915 году. Конечно, возникает прежде всего вопрос, что это за мутника. Первоначально меня смутило, смутило в записи на четырех строках и я подумала, ну а вдруг, мало ли, это может быть струнный квартет какой-нибудь, тем более, что он в 15-м году как раз закончил струнный квартет. А нет. Потом при внимательном рассмотрении я увидела, что эти аккорды не могут быть сыграны просто физически, они не могут быть сыграны струнными инструментами. Я стала смотреть еще подробнее. И выяснилось, что вообще вот сейчас, в данный момент, я склоняюсь к записи, что это вообще не из какого произведения, что это вообще такой экспроп, который был записан в альбом. Ну, во-первых, я разумеется, просмотрелся многие, которые были доступны. Еще не все известно про Луриев, потому что они так давно начали заниматься. Все, что было доступно, я досмотрела. Первым делом, конечно, квартетный партет. Вообще, вот русский период до 15-го года, если мы посмотрим по опыслам, то в репе, что в основном было для фортепиано, для голоса с фортепиано, очень редко возникает квартет или сочетание инструментов, струн или аква. Что же касается вот этого огромного аккорда, то это может быть только симфонический оркестр. Это такое схематичное на четырех строках изображение того, что физически может сыграть симфонический оркестр. Еще есть много из Сталинок на записи, которые мне говорят о том, что это не для конкретных инструментов, не для конкретных инструментов эти строчки. И обратите внимание, слева, видите, фигурная скобка такая, да, и прямая скобка. Вот это с точки зрения нотной записи, это как бы пактология. Это два элемента, которые имеют одинаково абсолютно значение. Это собирающие нотные станы, околада так называемая. То есть раз околада и два околада. Зачем? Почему такой немножко странный актолог, да? Вот я уверена, что это не часть отброшенного сочинения, уверена. А учитывая экстремальную новизну гармонии, может быть, как бы, своеобразная повизитная карточка авангардного композитора или, наверное, экстрономный сочиненный в момент записи. Обращайте на себя внимание нахождение начертания имени внутри нотного текста. Здесь очевидно стремление к визуальной красоте округления памятной записи. Почему, собственно, скобка фигурная получает? Это вообще не оркестровая. Это для фортепиано арт или орган используется такая. Это может быть красивая заговорная. Понимаете, она вот дает рисунку, какой-то такой ритм специфический. Нотный автограф Ворье в альбоме Жележеево точно отражает в поиске новых горизонтов музыкального искусства, которыми композитор опубликался в 1915 году. Новые формы тональные организации были опробованы в 1914 году в цикле фортепиано-пьес «Синтезы». 12-тонных аккордов звучат в двухчастных первых струнных квартетах. В трех пьесах для фортепиано того же года формы в воздухе, имеющих под заголовок звукопись. Это авторское добавление к названию, напечатанное в первом издании. Пьес, посвященных Ворье Пабло и Карско, композитор применил бестактовую нотацию в качестве своеобразного способа имитации кубической живописи. Бестактовая нотация Ворье – переходный тип нотной записи, первый шаг, ведущий к знаменитым графическим партитурам в экспериментальной музыке. Я имею в виду партитуры Кнайкера, Кейджика, Кудерецкого, Денисова, Ксенакса и других авторных композитов. В графических партитурах наряду с нотами при записи музыкальной композиции широко использовались визуальные символы и вербальные тексты, превращающие нотные тексты в своеобразные картины. И вот здесь вот эта своеобразная картина – это полукартина, полумодный текст, то есть она музыкальная, она и визуальная одновременно. Автограф русского актера и режиссера Савелия Анатольевича Малявина, прокомментирован Живержевым так. Слева нотный автограф Савелия Малявина, в то время артиста Эрмитажного театра, актера, антрепренера и автора романса. Романсы Малявина изданы и с ними можно познакомиться в публичной библиотеке. Автограф Малявина – это шуточная однострочная мелодия для голоса с текстом, пока показательного Эрмитажного театра-директора Левке Ивановичу, как есть, цитирует, славу поет Савелий Савелий Малявин, 19-й год, в садах Петербурга. Малявина обцентирует внимание в геотерапическом событии в Гражданской войне. Сопряжение слова и музыки наводит на мысли, что эта шуточная слава может быть написана на голос, то есть слова могли быть поставлены готовые мелодии. И последние музыкальные даты в альбоме, они вычитают из Живержева. Вверху нотный автограф И. Брюна, в то время сотрудника Центральной библиотеки русской драмы. Кто же такой И. Брюна и как он связан с Живержевым? В Центральном Государственном историческом архиве Санкт-Петербурга сохранились дела, проливающие свет на личности этого человека. Джованни Брюна, полное имя Жанлу и Жозета Доминик, родился 23 июля 1882 года в семье И. Брюна, отец его имел шляпный магазин на Невском проспекте в доме 36. Это дом, где гостиница европейская на Бу-Михаровской конкурсе. Шляпная фабрика Брюна была поставщиком дворального императорского величества императорских театров. Отец мальчика умер довольно рано и он остался с матерью. С 1898 по 1901 год Брюна учился в Санкт-Петербургском коммерческом училище, то есть он был поздоровлен и вынужден был прервать занятия. Он не окончил курса, уехал в Италию или где-то он лечился в расстроенной здоровье. И снова он появляется в Петербурге уже в 1905 году. Но поскольку уже совсем нет времени, я хочу зачитать отдельный короткий, очень короткий критерс. Это его прошение о принятии на службу в канцелярис, которое ясно, как он служил в дирекции императорских, как он служил в операторских театрах. Да, вот он пишет. Я прослужил 12 лет с 1905 по 1917 год в качестве помощника режиссера, секретаря, библиотекаря и артиста при французской группе Государственного Михайловского театра. И смею писать надежду, что в состоянии буду принести известную пользу службы в канцелярии и что в настоящее мое отношение будет благосклонно принято. Я владею совершенно свободно русским, французским, итальянским, немецким и отчасти английским языками, письменно и устно и пишу на машинке. Когда говорил, что вы уже образовали интересные личности, он подтверждает. Он сначала поступил как артист во французскую группу, работал как помощник режиссера, потом он был библиотекарем, каталогизатором библиотеки. Эти документы все сохранились, был переведен в канцелярии, некоторое время служил. В 2018 году был назначен помощником заведующего библиотеки, а уже в 2019 году он подает заявление с просьбой освободить его от этой должности как неподходящего специальности и просит благоволит определить меня на какую-либо другую локацию на должность, например, целярия государственных театров. Но резолюция на заявление гласит, что просит этого было сообщено, что локации нет и по всей вероятности в 2019 году он был уводен со слушкой. Позже 2019 года служебных документов не выявлено пока. Запись Ивана Бюна во львове «Живер Жива». На французском вообще его язык, в французском основном был, как я поняла, его под документацией. Зон «Миле Сульме» по-французски в переводе это означает «Его лучшее воспоминание». И однострочная нотная запись из 5.0. Я обращаю внимание, что музыкальная именно часть нелитрической сетки, то есть довольно приблизительная какой-то, вот какие-то ноты, да, что-то такое не очень понятное, очень конкретное. И я предполагаю, что вероятнее всего нотная строчка отсылает к какому-то музыкальному впечатлению, чем, например, мое его лучшее воспоминание, вот его тоже такое, кого Брюно или Живер Жеев, кого его. Какое-то музыкальное впечатление, которое Живер Жеев и Брюно переживали вместе. Это могло быть любое исполнение, концерт, какое-то проигрывание, может быть, безпознавательной цели, домашней, какая я не знаю. Единственное, что, конечно, это очень знакный такой мотив, Леонид, это квинта такая мерцающая. Хотя не в этом прикидьте, но это квинта мерцать в начале девятой симфонии Бетховена. Это такое знаковое произведение, особенно для начала советской эпохи, произвели вообще фигуры Бетховена, для создания мифологии, инцогеройки советской. И вообще Бетховен и девятая симфония сплотилась нещадно просто для создания музыкальной мифологии советской эпохи. Вот у меня почему-то ассоциация с девятой симфонии, но это, конечно, чисто гипотетическое предположение. Могли они или послушать, не могли, я пока не знаю, я еще поищу. Ну вот, а в заключение хочется привести слова Германа Длюбина. Альбом Летки и Жележеева был интереснейший как художественно-исторический хроник и пост, а сам хозяин выступал не случайным, связующим динамом для хороших и разных представителей искусства и литературы. Какая-то мажорная, жизнерадостная нота звучит на странице Жележеевского альбома, хоть времена, когда заполнялись его страницы были подчас трудными. Патриотизм, вера в могучие силы искусства, способны управлять сердцами и переделывать мир. Вот чувства верующих корреспондентами Жележеевского альбома. На этой жизнерадостной ноте я надеюсь, что там заполнялись. Извините, пожалуйста. Если есть вопросы, пожалуйста, можно их задать. Спасибо. 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 Спасибо.